Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Это передача «Что делать?» Я ее ведущий Виталий Третьяков. Сегодня я хочу обсудить вопрос, которого периодически мы касаемся, поскольку российское общество – живой организм. Ну, во всяком случае, так принято считать. У некоторых есть сомнения. То есть мы поговорим о структуре российского общества и о ценностях тех слоев, классов, групп населения, которые это общество составляет. Сначала поговорим о структуре нашего общества сегодня. Собственно, из кого оно состоит? Первый вопрос каждому для короткого ответа. На это первое слово я даю. Просто, когда будете говорить, описывать кратко эту структуру нашего общества, скажите, пожалуйста, если есть у кого-то теоретическая основа для этого описания, вот в каких, на ваш взгляд, корректней сегодня терминах говорить о структуре российского общества? Там бедные и богатые, некий промежуточный слой или классовое деление можно по-прежнему использовать или что-то еще. Как там насчет интеллигенции? Сохранилась ли она у многих интеллигентов? Они, в том числе и зрители активные каналы культуры, это волнует? Или уже остались одни интеллектуалы? Ну, в общем, чем четче вы изложите ваше представление о структуре современного российского общества, тем быстрее мы можем прийти к обсуждению иерархии ценностей. Ольга Викторовна, пожалуйста. Ну, я, наверное, придерживаюсь классовой точки зрения. Мне кажется, что... Да, такой традиционный подход, который считает... Под классами вообще понимаются антагонистические группы, которые преследуют разные интересы, и общество живет в противоборстве между этими группами. Хотя у нас и умирающая классовая структура. Под классами в российском обществе я имею в виду такие простые вещи. Политический класс, в советское время это номенклатура, сейчас это госслужба, куда включаются и военная, и гражданская составляющая, и народ. Народ, конечно, стратифицирован. Собственно, оба эти класса можно стратифицировать и вертикально по уровню доходов, и горизонтально, функционально просто. То есть можно принадлежать к народу и быть очень богатым, и можно принадлежать к политическому классу и быть очень бедным? Да. Да, например, мельчайший муниципальный служащий, он, конечно, бедняк в этом правящем классе. А из народа кто очень богат? Как можно пример какой-нибудь? Ну, вы знаете, если говорить... Народный артист. Духовый богатый народ. Да, наверное, народный... Нет, нет, и на материальном плане, конечно, народный артист, например, да. А разрушается эта классовая структура из-за того, что из-за изменения глобального характера титульной собственности и господства сейчас частной собственности, появился другой класс, который из другой системы, координат просто буржуазия, и он размывает это общество. То есть у нас существует старая архаичная система политический класс и народ, и в то же время появился другой класс, который претендует... То есть правящий управляемый, а переходим к буржуазии и... А буржуазия пытается господствовать. Так, Николай Иванович, ваш взгляд на структуру нынешнего российского общества сейчас и в короткой... Ну, наверное, фундаментальный такой факт состоит в том, что российское общество переживает трансформацию, которая началась в 80-х годах, в конце, в основном, в 90-е годы, и которая не завершилась. И вот именно незавершенность трансформации, она проявляется в том, что общество стратифицировано или разделено на различные социальные группы не по одному, а по многим основаниям. И ряд известных исследователей, которые специально этим занимаются, Заславская, например, Шкаратан, Тихонова, Беляева и другие, они придерживаются каждой своей точки зрения, а точнее, не просто точки зрения, а обосновывают её своими фактами эмпирическими. Я тоже буду приводить некоторые факты, поскольку мы только-только в меньше двух месяцев как провели уже шестое исследование всероссийское и получили некоторые данные. Значит, одни считают, что это сословное общество стало. Вообще и было. И никогда классовым оно не стало. Другие действительно считают, что это классовое общество. Вот сейчас точка зрения это вполне обоснованно прозвучало. Третьи считают, что в центр надо брать критерий ресурсов, ресурсный подход. Ресурс власти, капитала, филиансового капитала, материального, капитала человеческого, в том числе интеллектуального капитала, между прочим. А как считает само население? Скажем, мы задаем вопрос. Как вы считаете, к какому социальному слою? Такой нейтральный термин. Вы принадлежите. До сих пор, в июле, до пожаров и до жары, мы получили такой ответ. 60 с лишним процентов отвечают, что они принадлежат к среднему классу. 60? 62. Победа. И это данные, которые на протяжении последних пяти лет доминируют. Ниже среднего 20% относят себя. К низшему 7%. Это, надо сказать, довольно ужасно. Нужно сказать, я к низшему классу. Уже можно представить, кто так отвечает. Выше среднего 7% и выше буквально полпроцента. Ах, так они слово «средний» понимают в понятии посередине. Арифметическое. Посередине, арифметическое. В основном... Есть правильный подход. В основном, всё-таки, мы специально изучали, почему так много. 60. Каждый себя соотносит с теми людьми, которых он знает. Что они рядом, да? Ну, в своём, по крайней мере, в своём городе или селе. То есть я не самый богатый в этом городе, не самый бедный. И на своём доме, да. И вот смотрит, какой он. Так, у нас сейчас выступили два социолога, ну, помимо там остальных заслуг этих людей, но они работают с конкретным социологическим материалом, проводят опросы, изучают. А вот Виталий Эдуардович явно не социолог. Или вы на чём основываетесь в оценке структуры? В некотором смысле я более практически связан с материалом, потому что вот наш бизнес и наша ставка журнала, как общеэмоционального, конечно, связаны с некоторым социологическим прогнозом. А мы тут рискуем как бы своим будущим. Правильно или неправильно мы понимаем его. Конечно, мы много по этому поводу читаем. Вы знаете, что эксперт провёл исследование среднего класса, огромное. Сейчас только что посмотрел четвёртую волну европейского исследования социального ценности. Много интересного. И вот что я вам скажу. Но этот средний класс у вас не 60% как вот себя людям? Смотрите, вы, конечно, улыбались, когда Николай Иванович сказал про 60%. А вот улыбаться не надо, потому что вот за экономист, когда нашумевший статьей не так давно, несколько месяцев назад, когда говорил о среднем классе в Китае и в Бразилии, он говорил о том, что там приближается к 80% и что вот только Россия отстаёт от стран БРИК. Для начала я бы отделил так называемых социально исключённых по бедности или по богатству людей, которые не делают каждодневный выбор и находятся в некоторой отдельной позиции от всей массы населения. И дальше идёт довольно разнообразная негомогенная масса общества, действительно, которая сильно меняется, трансформируется и которая может быть либо массовым средним классом, либо чем-то ещё, которая, на первый взгляд, может быть, делится на тех, кто сильно зависит в их доходах в государстве, может быть, тех, которые зависят от собственного труда и собственной квалификации. То есть доходы для вас основной критерий? Сейчас, в некоторой гипотезе, которую я потом могу объяснить, но главный вывод из этой схемы, нужно посмотреть на зарождающееся очень динамичное общество, которое очень сильно меняется и которое, в отличие от западного среднего класса, оно не в колее социально находится, оно всё время жизненный выбор совершает более мощный, чем потребительский выбор. И в этом смысле это довольно активная масса людей, не только предпринимателей, но и специалистов и много других людей, у которых, возможно, есть политическое будущее, если политика и самоорганизация приведут к тому, что как-то это срастётся. Хорошо. Валерий Дмитриевич? Мы можем использовать и используем множество языков описания для того, что наблюдаем, но ни один из них вообще до конца не описывает. И более того, все мы по гамбургскому счёту знаем, что чего-то важного мы не видим, что-то важное мы упускаем. Я несколько примитивизирую или редуцирую наш разговор, ну понятно, что есть правящий слой. В России он составляет от 1 до 3 процентов. Есть те, кто к нему примкнул, его обслуга. Общий, тоже около 7 процентов, в общем совокупности 10. Противоположный полюс это те, кто живут в застойной бедности и главное, что эта бедность уже не социальное явление, это образ жизни, это определённая культура, это 20 процентов. Вот те, кто находится между ними, это как раз 60 процентов, они себя относят к среднему классу. Я прошу прощения за цинизм, но учёного не интересует мнение кролика. Насчёт того, кто он, кролик или лев. Я могу себя считать голубоглазым блондином, но в действительности я кореглазый брюнет. А я в анкете напишу, облысевший брюнет, что я, вот это и есть самоотнесение к среднему классу с точки зрения науки. Это первое. Второе, если мы говорим о среднем классе, это вообще идеальный тип. Он используется для удобства анализа, но из этого идеального типа не вытекает ровным образом никаких социальных и политических выводов серьёзных. Вот то, что находится между двумя полюсами, на мой взгляд, это социальная протоплазма, которая ползает туда-сюда. Да, в ней есть некие более твёрдые элементы, точки кристаллизации. Можем их называть средним классом, можем назвать активным меньшинством, можем назвать просто бывшими бандитами, это абсолютно всё равно. Или людьми, которые по психотипу должны быть активными. Они по психотипу такие, да? Что из этого выйдет, никто не знает. Но основной конфликт социальный, он проходит, конечно, не между застойной бедностью и правящим слоем, а вот как раз между этими активными группами и теми, кто наверху. Понятно. Так, и Адриан Павлович. В терминах теории культуры можно представить общество в виде следующих страт. Это, да, тут не надо забывать, что российское общество это общество расколотое. Это, собственно говоря, было понятно и без Хантингтона, хотя он специально об этом написал, сопоставив и отчасти с Турцией. То есть, это общество, в котором нет консенсуса по поводу базовых ценностей. Я сейчас не о ценности говорю, а просто характеризую сам характер раскола. И вот этот раскол стал ничем иным, как формой социокультурной идентичности. То есть, человек уже не может жить вне раскола. Вот он идентифицирует себя, как человек, живущий в расколе. То есть, принадлежащий либо к одной из сторон, либо так или иначе позиционирующий себя по отношению к этому расколу. Он сформировался достаточно давно, это отдельно уже будет историко-культурная тема, как он возник. Но это, как говорится, медицинский факт. То есть, это общество, в котором постоянно происходит перетягивание каната, которое представляет собой нечто вроде кентавра, у которого все силы уходят на внутреннее самоподдержание. И от этого происходит вот это бесконечное верчение, хождение кругами по одной колее, которое грозит сорваться в коллапс на наших глазах вместо некого динамичного имманентного развития. Это отсутствие, то есть, этот раскол, который подменяет продуктивные противоречия такими тупиковыми противоречиями, которые просто взаимно друг друга гасят. И, чтобы это чуть-чуть представить конкретнее, этот раскол имеет множество семантических определений. Но из числа наиболее понятных это, собственно говоря, раскол между властью и подвластным. То есть, это два ментальных, подчеркиваю, типа. Я сейчас не хочу определять их через какие-то социально-экономические параметры, и уж там тем более какие-то социологические. Это два ментальных типа, которые, по сути дела, находятся в состоянии вот такого, не буду говорить антагонизма, но некоторого контрапункта. И еще в структуру, с моей точки зрения, входит категория, которая на культурологическом языке можно назвать как медиаторы. То есть, те, которые осуществляют связь, медиацию между вот этими двумя полюсами. К ним относятся, как ни странно, такие разные социальные категории, как бюрократия, бюрократическая иерархия, и вот то, что раньше называлось интеллигенцией, как вы сказали, или то, что сейчас от нее осталось. Теперь давайте поговорим о ценностях. Опять же, исходим из той гипотезы, достаточно банальной очевидности, она уже и звучала сегодня, что если одна часть населения придерживается одного набора ценностей, а другая часть населения некого иного, и даже противоположного, то и одна управляет другой, или командует другой, то ничего хорошего не жди в перспективе. Это раз. Вторая тема, которую тоже, я ее сразу ставлю, пожалуйста, дальше говорите, которая звучала уже не один год в наших дискуссиях, не только в этой передаче, но и вообще, но стала актуальна в последние недели в связи с тем, что один из идеологов модернизации прямо сказал, что одним из препятствий, главным препятствием для модернизации во всех смыслах слова, является архаичность российского, русского народа, русского общества. И до 25-го года ее не преодолеть, тогда после этого будет все хорошо. Так вот, если эта архаичность присутствует, если это некая реальность, то это определенный набор ценностей. Когда я вам интересно сравнить с ценностями тех, кто не архаичен, и кто может двинуть эту самую модернизацию, любые реформы, нацеленные в будущее, если у него не висят на ногах гири вот этого архаичного народа. А если эти воззрения очень сильно расходятся, то не может ли архаичный народ однажды поднять на вилы неархаичных, неархаичных... Это было, да, было 100 лет назад. Тем более, что было в нашей истории. Вот какие, на ваш взгляд, ценности доминируют, превалируют в тех или иных слоях? Да, этот народ архаичен, и в этом смысле он абсолютно изоморфен правящему слою. Этот правящий слой также глубоко архаичен и криминализован, как народ, который он считает быдлом. Это не бытовые наблюдения, это не полевые исследования, это результаты исследований, которые проводились. структура ценностей у молодёжи, принадлежащие к социальной элите и к тем, кто принадлежит к социальным низам, одинаковы. Эти ценности, они антидемократичны субстанциально, да, это ценность насилия, это ценность иерархии, ценность власти. Там нет в память ценности демократии, ценности равноправия, всё это достояние уходящей социальной натуры. Остатковых. Советская массовая интеллигенция, учителей, университетские называют «социальных маргиналов». Это маргинальные слои, преобладают другие, и за ними будущее. Да, это архаика, она торжествует. Чего вдруг ожидать, что через... Да, практически вся. Практически вся. Тип ценностей, они прекрасно пользуются айфонами, разными технологическими преимуществами, но к типу ценностей это не имеет никакого отношения. Абсолютно никакого. И конфликт, который действительно присутствует между теми, кого я, скажем, называл социальной протоплазмой, точками кристаллизации, и большинству правящей группой, он очень прост. Все, которые входят условно в эту протоплазму, они хотят занять их место. Но не изменить те ценности. Им не нужна никакая модернизация. Зачем? Потому что любая модернизация составляет кардинальную угрозу для них, для образа жизни и, в конце концов, для их жизненных притязаний. Прежде всего, надо различать ценности базовые и инструментальные. Те, которые вы назвали политические, и прочее, это инструментальные. А базовые ценности совсем другие. И вот именно по этим базовым ценностям наблюдается очень неплохой консенсус. До 80% среди населения. Да, действительно, вот если говорить о раскол, есть в числе этих базовых ценностей, это есть властность и вседозволенность. Вседозволенность, это она идентифицируется по вопросу, как вы относите, как вы считаете это очень значимо, не очень значимо, если человек считает, что он может по своей воле убить другого человека. 18-20% согласны с этим, что да, он может. И это они считают очень важным. Остальные категорически отрицают это. Властность чуть побольше, 22-23% считают, что да, это изначально присущее свойство человеку. и перекрёстный анализ показывает, что это почти одни и те же люди, которые и идут во власть ради того, чтобы реализовать свою вседозволенность. Вот как. И отсюда вот этот конфликт, раскол, который считаю общечеловеческим. Он в любой стране присутствует. И просто мы из соображений не очень ясно каких считаем, что это чисто российское явление. но это не важно. Теперь, вот что в последнее исследование показало один очень важный момент. Всегда у нас были на первом месте среди базовых ценностей это семья, порядок, общение, как общительность характерная вера черта. То есть это было с 90-го года до 2006-го. В этом году мы впервые получили на первом месте ценность жизни человека. И это, конечно, универсальная ценность, потому что о какой семье и прочем можно говорить, если этого нет. Причем интересно, что в 2006-м году ценность жизни мы проводим исследования и на региональном уровне. Она выявилась в числе приоритетных в шести регионах европейской части страны. А теперь в целом общероссийская ее принимает. То есть они как бы шли с таким... Дело в том, что все социальные практики опровергают якобы разделяемые ценности. Массовые практики. Вот это еще другой вопрос. Ценность и практики... Так это парадные ценности или актуальные? Парадные, актуальные это совершенно разные вещи. Ценность и реальность это можно очень высоко ценить семью как ценность, но не иметь ее. И что из этого? Понятно, понятно. А инструментальные ценности это другой вопрос. Возможно вы ссылаетесь как раз на исследование, которое касается... Средства как раз и формируют цель, а не целью формируют средства. Значит, есть конфликт между базовыми и инструментальными ценностями. между результатами соцопросов и массовыми поведенческими практиками, потому что в жизни жизни, а все мы, я думаю, почти все преподаем, мы наблюдаем совершенно иное. Совершенно иное. Давайте сейчас в следующем слове, только не говорим, скажите, деньги это инструментальная ценность по вашему. А вот деньги там среди инструментальных ценностей во-первых, опять же, большой вопрос. Благополучие. Нет, вы как социолог считаете деньги инструментальной ценностью. У меня такое подозрение, что опрашиваемые считают деньги фундаментальной ценностью. Но мы предлагаем благополучие. И, кстати, до недавнего, до этого времени благополучие, причем впрямую вопрос был, благополучие и здоровье уж куда яснее. и оно было в середине ценностей. Сейчас оно явно... Люди хотят то, чего не хватает. Не хватает жизни, здоровья, благополучия. Если можно, я сейчас коротко скажу про как раз только что возникла четвертая волна европейского ценностного ценностного. Очень интересно, там копать, не перекопать, потому что это по всем странам Европы, включая Россию, Украину, Словакию. Спасибо Магунову и Рудневу, который... Я участвовал в этом исследовании. Это отличная, суперская вещь. Смотрите, что я успел заметить, что, конечно, Россия по вот этому общеевропейскому вопросу довольно с краю, но по всем почти пунктам, но там Болгария, Турция, Румыния еще крайнее. Например, Словакия близко от среднеевропейских категорий. Так это замечательно. Вот то, что Россия по набору ценностей отличается от... Нет, не по набору ценностей. А почему тогда? Ну вот, например, здесь есть такая ось, такая ценность, как самоутверждение. Она по целому анкете. По самоутверждению, да. По самоутверждению. У нас очень ясная, индивидуалистическая ценность самоутверждения. Понятно, что это не ценность трехсотлетней. Понятно, что это ценность как бы выживания в последние 20 лет. Но по ценности заботы о людях и природе понятно, что мы ниже как бы остальной Европы. Рядом только Греция, Словения, Чехия, Израиль, а еще ниже Латвия, Румыния и Турция. Но понятно тоже почему. Потому что все начались... У нас было солидарное общество, а сейчас перестало быть солидарное. Понятно, что это будет меняться и в течение пяти лет тоже. И плюс понятно, что наши люди думают, что у нас гигантское количество лицов, ну, сгорело там 100 гектаров, ну, 200 гектаров. Это все меняется. Понятно, почему мы рассчитываем, что будет меняться к лучшему. Просто в качестве индустрации на вопрос о ценностях в европейском исследовании. Поскольку я являюсь председателем национального комитета российского по проведению этого исследования, европейского, то вот ось ценностей, причем это методика профессора Шварца из Израиля, принятая в этом исследовании, вот ось сохранения и изменения. И вот по этой оси Россия оказывается в середине. Точно. 25 европейских стран из, так сказать, ну, из бывших советских, вот, России и Украины, и большая часть из соцлагеря, там, Венгрия, Румыния, Болгария и так далее. И вот это перекрестие, когда образуется, значит, ось одна сохранения изменений, другая тоже, мы оказываемся в одном кластере примерно с 18 европейскими странами. Ну, какими? Это уже не восточные европейские? Да, это самое разное, огромное количество всяких стран. Любых. Ну, любых. А тогда что это дает? В одном кластере оказывается Болгария, Франция, Швейцария, Россия. Ну и что это дает? А это дает, что нет, это исключительности. Вот по ценности сохранения и изменения. То есть изменение, воля изменить что? Сохранить что? Это ведь важно содержание, а не желание сохранить или изменить. Так, нет, дайте мне, Дарья Иванович, есть еще пару примеров, чтобы мы поняли, вы это исследование очень дорожите, но вот убедите нас, что оно... Да вообще оно не моё. Я слышала, что суперское, когда вы сказали. Да, вот суперское, да-да. Что это такое суперское? Оно суперское состоит в том, что с одной стороны видно, что мы довольно нормальные, а с другой стороны видно, как быстро это меняется. Но и главное, что мы можно все-таки это разные вещи. Можно индексами замерять, куда мы движемся, например, к консерватизму или к изменениям. Но о базовых ценностях это ничего не скажет. Вот меня всегда поражает, когда в обычной жизни говорят, ну это такой среднячок, ни то, ни сё. А вот в политическом лексиконе вот это тоже среднячок. Это называется нормально. Ольга Ивановна, да. Можно? Да. Вы знаете, мне кажется, что в этом вопросе такой хаос заметный даже в нашем обсуждении. Именно потому, что социальные структуры неясны, и, соответственно, нет ясности с носителями этих ценностей. И вообще, собственно, мы не договорились, что такое ценность. Ценность – это что-то хорошее. И куда мы хотим идти. Это некое целеполагание цели. Вот эти цели хороши, а эти плохи. Я бы хотела сказать ещё об одном аспекте ценностного подхода, который можно назвать доблести. Вот как хорошо поступать. В каждом обществе эти доблести, они разные. И вот мне кажется, есть одна доблесть, к сожалению, которая объединяет все группы общества в России. Её можно было бы назвать вероломство. Увы, с самого низа до самого верха хитрость считается высшим качеством ума. Мне кажется, почти в каждой семье родитель учит своего ребёнка «будь похитрее». Каждый говорит, что этот умеет жить, потому что он проявил какую-то необычайную хитрость, скрывая свои истинные замыслы и манипулируя людьми. И когда мы обвиняем… Вопроса у вас нет, потому что тут есть те, кто так говорят, а есть кто категорически против. Потому что исследователь задаёт те вопросы, которые он концептуально сначала определил, как важные. Нет, я понимаю. Понимаете, мне кажется, есть более общие вещи. На самом деле, набор ценностей, он очень ограничен. Всего немного базовых ценностей. Во всех странах мира свобода, равенство, братство, любовь, счастье, семья, государство, нация и так далее. Ну, может, 10-20 таких базовых ценностей. И действительно, того, чего не хватает, вот как Валер правильно сказал, на первый план в этом обществе в это время выходит. И когда у россиян на первый план выходил порядок, это означало, что именно порядка-то у нас и нет. Теперь по поводу социальной структуры и ценностей. Всё-таки, поскольку я вижу наше общество разделённое всё ещё на два основных класса, то можно говорить о ценностях этих двух классов. Конечно, тот класс, который подвластный или управляемый, он хочет просто лучше жить. И его микромир, он совсем небольшой. Он хочет хорошо жить. Поэтому, здесь хитрость очень ценится, как интеллектуальный инструмент для достижения вот этого хорошо жить. У правящего же класса порядок, целеполагание другой. Правящий класс ставит задачу модернизации не народ. Народ живёт в микромире, ему не нужно, чтобы было хорошо для всей страны. Ну, то есть, в принципе, никто не возражает, но это не животрепещущая задача. Поэтому элиты в большинстве стран являются такими двигателями прогресса. Ну, далеко не всегда в истории но всё-таки главной доблестью для человека из правящего класса является реформаторство. Что касается ценностей, то скорее мне бы хотелось не их не перечислять, а просто немножко сказать несклов о той историко-культурной динамике, в которой они в нашем обществе развиваются, если это можно назвать развитием. То есть, если раньше, до, скажем, 1991 года, по инерции существовала основная диспозиция, как мне кажется, если брать с точки зрения опять же культурной ментальности, это группа ценностей патерналистских, условно говоря, и группа ценностей индивидуалистических, условно говоря. Вот то, что было связано с патерналистскими ценностями, это ценности традиционные, это ценности идеологически освещенные, ценности так или иначе соотносимые с должным, с большой буквы, и следеи служения. После 1991 года это, вот эти оболочки отпали, они умерли, не в смысле исчезли, а именно в смысле умерли. То есть, они перестали быть развивающимся явлением, они исчерпали потенциал развития, и то, что мы сейчас наблюдаем на их месте, это то, что, как сподернисты говорят, симулякры, это вот такие пузыри. А индивидуалистические ценности, соответственно, которые им противостали, тоже не могли не измениться. Они для массового человека, я вот сознательно избегаю понятия народ, потому что понятие, это, в общем-то, ненаучное. Оно очень удобное, тут слов нет, но если начать его, к нему критически подходить, то, в общем-то, никакого народа нет, а есть общество очень сложно стратифицированное, которое... Социальная динамика совершалась своими народами всегда. Нет, ну, так говорилось. Понятие политической философии ключевое, народ. Нет, в идеологии оно ключевое понятие. Что касается на науке, то... Что? Ключевое определение. Все зафиксировали, что к понятию народ можно относиться по-разному. Да. Тем самым для одной из таких передач. Да, я бы мог просто сказать, в каких дискурсах это понятие может быть корректным, в каких нет. Так вот, я бы сказал о массовом человеке. Так вот, для массового человека индивидуалистические ценности, то есть ценности, которые противостоят вот этим патерналистским коллективским ценностям, они тоже трансформировались. И они, вот, скажем, одна из тенденций, которая показывает нам, во что они трансформируются, это тенденция ценностей корпоративных. Не там классовых, не каких-то иных, которые вот... Я бы скорее их назвал корпоративными. То есть, это не значит, что не существует никаких-то иных. Но вот эта тенденция мне представляется очень важной. Потому что именно она занимает нишу противоположную вот этим нисходящим, умирающим, разлагающимся коллективным ценностям. Подождите, но корпоративные и клановые это синонимы? Корпоративные очень красиво звучит. Корпоративные очень красиво звучит. А вот это вещи близкие, но корпоративные шире, чем клановые. Я хочу понять, например, у среднего класса активно пропагандируются, и может быть это хорошо, может быть это правильно, необходимость создания мощного среднего класса. Я хочу понять, какие у него ценности. Я утверждал в некоторых своих текстах, что это то же самое, это те же самые ценности, что у мещанина. Я не против, нет, я не против этого. Но как только я говорю, средний класс равно мещанин, меня начинают обвинять. Вот ты его унижаешь, третируешь. Потом я говорю, у меня подозрение, что русское общество, российское общество, того сила пятого, десятого не признает эти ценности мещанина высшими, лучшими, по крайней мере, будет их оспаривать. Мне говорят, опять, ты не прав, так должно быть. Вот как в Европе, бюргер равно мещанин, по нашему разу, все хорошо. Значит, где вот эти ценности, кто их может среднего класса или там правейшего класса сегодняшнего? Виталий Тович, постановка вопроса исходит из того, что ценности классовые или групповые. Но сейчас, вот когда мы находимся в состоянии трансформации и все эти группы по-разному и один человек принадлежит ко множеству групп, ситуация такая, что практически нет возможности идентифицировать ту или иную ценность с той или иной группой и наоборот группу ценностей. Поэтому здесь уровень индивидуализма как неожиданно оказался очень высоким. И сказать, какие ценности у среднего класса, это можно очень немного только сказать. Очень кое-что можно, но очень немного. Есть простая логика. Тот, кто хорошо живет, хочет сохранить статус-кво. Тот, кто плохо живет, хочет изменить и жить лучше. Есть в основной практике, как они себя ведут. Мы смотрим, как они себя ведут. Ведут они себя совсем не так, каким предписывают теории или мифологии. Это совершенно очевидно. Нет никакой групповой солидарности. Да, это корпорация, но это кланы. Это кланы. Есть небольшая группа. Радиус доверия очень короткий. Родственникам не всегда доверяют. доверяют только тем, кто связан общим делом. Это способ выживать. Способ выживать. Да, я не сомневаюсь. Вы живете в одной мифологической стране, а я в другой. Сейчас, конечно, просто отвечая прямо на вопрос про средний класс или не средний класс, я могу действительно не научное высказывание сделать, а из практической деятельности. Мы делаем репортажи, довольно много встречаемся с разными людьми. И понятно, что мы на какой разговор, на какой спрос мы реагируем, видимо, все-таки социальный. Реакция, мы реагируем на спрос, когда все-таки люди активные, которые пережили 90-е и сделали что-то самостоятельно в профессии или в бизнесе или где-то еще за это время, все-таки они уже как бы их не интересуют исключительно простейшие бытовые вещи, вроде бы эти вопросы как-то решены. И тут возникает какой-то ряд вопросов про жизнь. И тут, конечно, как не задавая про ценности, там будут разные ответы. Но сама этот вот такой вопрос, он, мне кажется, признак не какого-то класса или классового чутья, а того, что у нас, как вы сказали, из протоплазмы или из чего-то еще рождается вообще обсуждение норм и ценностей в обществе. Оно довольно не гомогенное, но сейчас активная часть этого общества пытается эти нормы сформулировать, что правильно, что неправильно, и сформулировать на основе солидарности, между прочим, а ничего-то другого, потому что других норм не бывает. И тут, смотрите... Внутри видовой солидарности. Нет. Думаю, что ценности наиболее активных людей, которые все-таки прошли, дошли до вопроса о том, зачем мы живем, они, видимо, станут нормой. То есть сразу произошла дифференциация людей по вот этим... Да, да, да. Десять. Не все из них поддерживаются... Это официальная... Поддерживаются по-разному. Все они есть... В порядке. Вплоть до отрицания. А в порядке вот убывания, убывания, по данным этого года жизнь человека именно как человека. То есть не убий. Семья, порядок, порядок как соблюдение закона. Общительность, независимость, свобода, традиция, благополучие, работа, жертвенность. Вы можете что-то сделать для другого, отрывая что-то от себя? Не какая-то там бросаться под колеса или еще что-нибудь. Инициативность, нравственность. Вот я назвал даже двенадцать из них. Они по-разному поддерживаются. А самые нижние, которые отрицаемые... Нет, не отрицаемые. Где еще положительное? Там сколько? Нравственное? Нравственное? Нравственное. Это три с половиной балла. Я, как Валерий Петрович сказал, вы описываете общество, которого сегодня безусловно нет. Царство Божие на земле. Почему нет? Подождите. Как проводят социологические исследования? Подождите. Это один вопрос. Почему же это значит, что нравственность оценивается вот здесь на двенадцатом месте из четырнадцати? То есть она довольно низко. Ну, хорошо. Еще надо понять, что понимается подражаться. Это другое. Нет, но... Я не верю. У людей открыто, спросили, что вы считаете ценностью. Список был бы другой. Я не верю. Нет, другой список вы задаете и получите другой ответ. Естественно. Но это же не случайно. Это ведь не случайно сделано. Я преклоняюсь перед наукой и социологией, перед вами лично и перед этим глобальным общеевропейским исследованием. Я абсолютно этому не верю. Ну, абсолютно не верю. Извините. В последнее время мы сейчас как-то должны уже заканчивать. Я привожу пример ценностей. В последнее время случился ряд за рядом такие происшествия. Человек на машине сбивает насмерть одного человека, двух человек. Где-то там было четыре. Человек и четыре. Женщина одновременно. Чтобы сбить одной машиной четырех человек, нужно нестись на скорости минимум там 120-150 километров. Просто иначе невозможно. Показывают этого человека. Он только что убил случайно, невольно четырех женщин к тому же. На лице никакого сожаления. Его в живьем показывают. Он объясняет, что он ехал со скоростью 65 километров. Это вот и таких каждодневных... Почему вы не верите? То, что при этом ценится жизнь. Нет, так он-то ее не ценит. Он ценит вседозволенность. Вот она есть. Это как раз 20 процентов, которые ценят вседозволенность. Они по воду задают. Остальные... Секунду, я выношу эту тему, то есть не тему, беру этот факт и пишу, что это тот случай, когда, на мой взгляд, смертная казнь. И мне тут же в блоге пишут, что значит, вот ты опять за смертную казнь. Вот эти ценят жизнь, кто против смертной казни. Даже если этот человек убил четырех других... А что, это плохо? Нет. Тогда... Что плохо? Ценить так жизнь, что против смертной казни. Ценить жизнь вообще и свою в частности, но не чужого человека. Таких я многих видел. Но я не верю. Вы не согласны, что происходит гуманизация в нашей жизни? Гуманизации нет. Это очень заметно по количеству бездомных и беспризорных. Это очень заметно. Россия – рекордсмен по числу убийств на сто тысяч человек. Фотирует ролик. О чем вы говорите? Насилие? Насилие бессловно. Домашнее насилие – это чудовищно. Абсолютно рекордсмен. Это нормы, а сейчас все-таки уже нет. Южная Африка и одна из центрально-американских стран. Домашнее, на улице и всюду, 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 всюду. Это не считалось нормой. Просто никто не считал. Я совершенно не понимаю. И, судя по нашему разговору, нет в стране сегодня человека, который мог бы сформулировать на основе исследований или собственных воззрений тот набор ценностей, которых в целом российское общество придерживается. ну, я не знаю, если он есть, то скажите, в следующий раз позовусь. Сегодня я такого ответа не услышал. Ну, а раз… Мы просто это не знаем, видимо. То есть у нас у каждого есть своя гипотеза, но мы точно этого не знаем. Почему это не сделали социологи? Ну, бог им судья, но я не верю в этой вот таблице. Почему это писатели, телевизионные ведущие трактуют это по-разному, звёзды кино по-другому. То есть мы реально этого не знаем. Ну, я к такому выводу пришёл. Да, ответ-то был. Просто норма складывается. Конечно, они у всех разные. Она ещё складывается. Нет, ну, хоть в каком-нибудь хоть отчертите. Тут вообще никто почти не упомянул о деньгах. Не полагается так ведущему, просто прямо противопоказанное говорить, что никакого удовлетворения интеллектуального конечного, я имею в виду, из проведённой передачи он не получил, но на сегодняшний день это так. Значит, либо нужно продолжить разговор через какое-то время, либо просто выставить на обозрение некий список ценностей составленных и вот из сидящих здесь экспертов заставить их высказаться по каждой конкретной, а я думал, они сами будут выскакивать из уст этих самых экспертов. Но от того, что сегодня разговор не удался, это не знать, что тема его не важна. Тем-то очень важна. Нам не удалось друг друга и вас убедить в том, что мы знаем ответ на этот вопрос. Что из ценностей сегодня для нашего российского общества? До свидания, до новых встреч в передаче. Что делать? Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова